МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам снова и снова подсовывают поддельные товары, навязывают испорченные продукты, да еще и вынуждают покупать все это по астрономическим ценам. Что там говорить, аферисты не дремлют. Постараемся быть на шаг впереди. Меня зовут Екатерина Морозова. Спасибо, что смотрите нас. Свежая порция полезной потребительской информации вам обеспечена. Сюрприз в шоколадных конфетах. Вот червяк очень хорошо видно. В каждой конфете. Как невинная покупка едва не стоила здоровья харьковской семье, а затем и журналистам. Чем кормят харьковчан в кафе и фастфудах? И почему владельцы заведений так боятся проверок? Я не забываю документы. Я все делаю намеренно. В ревизии защитников-потребителей поучаствовала и наша съемочная группа. На украинских прилавках подорожает сахар. Перед уборкой буряка прошли обильные дожди. И не повлияли на сахаристость. Время запастись сладким песком еще остается. В украинском аналитическом центре посчитали, на что украинцы тратят больше всего. Думаете, на хлеб или, скажем, сладости? А вот и нет. Фаворитом оказались алкогольные напитки. Лишь за первое полугодие украинцы выпили на 12 миллиардов гривен спиртного. На хлебобулочные изделия потратили в 6 раз меньше. Ну как же не нажиться на слабости народа, думают предприимчивые дельцы. Алкоголь на пропалую подделывают. Ну а контролеры то тут, то там. Паленый алкоголь изымают. На минувшей неделе всего за пару дней рапортуют налоговики. Из незаконного оборота по всей стране изъяли больше 40 тысяч бутылок на миллион с лишним гривен. Покупатели предостерегают не покупать товар по сверхнизкой цене. Подделывают в Украине не только алкоголь. Сгущенка возглавила хит-парад фальсификата молочной продукции. Из 10 банок на прилавке 6-8 вредная подделка, заявляют специалисты Центра независимых экспертиз тест. Чаще всего молоко заменяют пальмовым маслом, титановыми белилами и даже мелом. Производители сгущенки часто грешат тем, что даже сахар в продукте заменяют синтетическими аналогами. На этикетке об этом, конечно же, ни слова. Побаловать себя и своих гостей не сгущенкой, так конфетами решила героиня нашего следующего сюжета. Денег женщина не пожалела, выбрала шоколадные. Как невинная покупка едва не стоила здоровья харьковской семье, а затем и журналистам, смотрите прямо сейчас. Вот червяк очень хорошо видно, в каждой конфете, вот он уже вдавился в шоколад, вот эти червячки. Живность в шоколадных конфетах видно невооруженным глазом. Но покупательница Татьяна Чуприна говорит, не ожидала такого сюрприза, так что смело угощала сладостью гостей. Несколько человек их уже съела, в том числе и вечером мой ребёнок. Но я их развернула только сегодня утром и увидела там червяков. Не первой свежести, хоть и без червей, оказался весь купленный в магазине товар, вздыхает Татьяна. Также я приобретала там коровку, которая должна быть мягенькая, её невозможно даже разломать. Посмотрите, она как кирпич. Вот, посмотрите, с ней невозможно ничего вообще сделать. Её надо молотком бить. Шокированная женщина ринулась в магазин, где накануне купила злополучные лакомства. Там её встретили холодно. Вчера, когда я их покупала, я их попросила. Скажите честно, конфеты свежие? Я несколько раз спросила. Она говорит, да, конфеты свежие. Сегодня она сказала, я ничего не знаю. По всей видимости, они приехали со склада такие. Как черви могли попасть в шоколад, мы решили спросить у экспертов в лаборатории областной госпотребинспекции. Специалисты говорят, такого ещё не видели. Может много факторов повлиять. В общем, на такой результат. Это и неправильное хранение, и нарушенные, и, может быть, продукт просрочен, и было очень лето жарко. Наверное, в торговле тоже сложно было соблюдать условия продажи, хранения этих конфет. Ну, может быть, у производителя были какие-то нарушения. Производитель конфет – известная донецкая фабрика. Там журналистов заверили – за качество ручаются, но за него лишь до отгрузки отвечают. Когда конфеты поступили в продажу и как их хранили, съёмочная группа программы «Кто крайний» едет выяснять на улицу Киргизскую, 19, в магазин «Наминайка». Здравствуйте. Программа «Кто крайний» телеканал «Симон». Скажите, к нам обратилась женщина, рассказала, что купила у вас конфеты, а они червивые. Продавец спешит запрятаться, даже не рассчитав очередного покупателя. Конфеты здесь представлены в изобилии, но сроки их годности, похоже, тайна. Впрочем, о свежести продуктов можно судить и без накладных на товар. Шаурма, сосиска в лаваше, сосиска в тесте – всё это хранится без холодильника. А вот и продавец. Неужели женщина передумала и решила пообщаться с журналистами? Выходите, девушка, выходите, пожалуйста. Не трогайте руками, девушка. Что вы делаете? Иди разрешение на съёмку. Что я спрашиваю? Поломав технику, продавец силой выталкивает часть съёмочной группы на улицу, журналиста фактически берёт в заложники, не выпускает из помещения и даже запирается на ключ. Уверяет, милиции она не боится. Правоохранителей журналисты всё же вызывают. Людям в форме дебоширка признаётся – она хозяйка магазина. Вместе со стражами порядка корреспонденты снова пытаются узнать, как в конфеты могли попасть черви. Екатерина Морозова, программа «Кто крайний». Ещё раз представляюсь. В соответствии с законом о защите прав потребителей любой человек может прийти и посмотреть документ, подтверждающий качество продукта. Конкретный вопрос. Вы только что сказали. В вашем магазине был куплен товар, червей. Ну и что? Я сейчас возьму вот этот пакет, зато в любой магазин, где продают эти пакеты, скажу, я у вас купил. Это у вас. И что? Тем не менее, я хотела бы посмотреть. Вы отказываете мне в праве посмотреть на накладные? Да, я отказываю. Вы считаете, что действуете законно? Да. Я очень возмущена, что магазин реализует такие конфеты и смотрит в лицо и нагло врёт. Ну, как бы, нужно такую торговлю пресекать. И вообще, я за то, чтобы в таких маленьких магазинчиках тоже были кассовые аппараты, выдавали людям чеки, чтобы они могли доказать, что именно в этом магазине они приобрели эту продукцию. Просто сейчас отравятся люди, которые съели эти конфеты. Кто будет в этом виноват? Я или магазин? Кто будет отвечать? В номинайке не то, что кассового аппарата. Даже уголка покупателя с книгой жалоб нет. Ну что ж, теперь с торговцами сладеньким будет уже разбираться милиция, а обиженная покупательница ещё и в общественную организацию защиты прав потребителей обратилась. Мы направим туда людей ещё, чтобы они посмотрели качество, когда получены конфеты, откуда получены, что за причина, почему попали конфеты с червями. Уже ребёночек скушал маленький конфетку, это может быть бог его знает что. Поэтому я считаю, что это преступление, надо с этим бороться нам и надо своевременно остановить, чтобы не было таких в дальнейшем случаев. Как черви попали в конфеты и что так рьяно пытаются скрыть в магазине номинайка, специалисты разберутся. А в областной госпотребинспекции всё лето проверяли харьковские учреждения общепита. В кафе и фастфудах тоже не всё оказалось гладко. К визиту проверяющих кое-кто оказался совсем не готов. В это кафе специалисты госпотребинспекции нагрянули ещё в начале лета. Ревизия показала, блюда здесь стоят на открытой витрине, посетители обвешивают и не доливают спиртное. Сколько здесь грамм? Ну практически 100. Ну практически 90. Ну 90 я бы не сказала, нет. Ну здесь нет 100 грамм. Давайте определимся. Посмотрите, черта у нас вот она. Вот у нас черта. Ну вы знаете, я уже не могу оставшуюся капельку оттуда вылить, потому что барон, когда наливает из бутылки, он ориентируется по черте. А когда мы наливаем из бокала, в любом случае, видите, там капли, которые именно тех капелек и не хватает. Вы уже капельки с вами выкопали. Есть хорошая пословица, кто не работает, тот не ошибается. И все эти мелкие замечания мы, конечно, устраним. Через время съемочная группа программы «Кто крайний» наведалась в ресторан снова. Официанты встречают с улыбкой, показывают, что у них изменилось. У нас была тоже проблема с лесами, у нас лента прокручивалась, сбивался лес. Но сейчас, тьфу, у нас как бы все наладилось, все сделали, все хорошо, все работает. По поводу штрунелей, тортов, да, у нас такая была ситуация, что у нас было все открыто, но мы все понакрывали. Только вот не все рестораторы встречают ревизоров с распростертыми объятиями. В эту пиццерию на Гагарина контролеров привела жалоба. Харьковчанина здесь обсчитали, а пицца, говорится в жалобе, оказалась некачественной. Заказанных блюд из дачи ждем около получаса. Администратор Виктория говорит, клиенты обычно довольны. Мы боремся за наших гостей, чтобы они были всегда довольны. Мы стараемся, чтобы, если даже что-то было не удовлетворительно нашим обслуживаниям, мы всегда стараемся, чтобы наш гость ушел доволен. Мы решаем эти проблемы на месте, поэтому всегда приносим извинения. Никаких, я не могу сказать, что мы по-хамски относимся или что-то. Хозяина пиццерии на месте нет. По телефону дает указания. Вопреки закону, ревизоров к проверке не допускать. Но нарушения проверяющие так замечают. Пицца указана только в диаметре. 30 сантиметров, 50 сантиметров. Хотя должна быть указана вес порции. Одной порции. Сколько это вес составляет? 100 грамм, 200 грамм или 300 грамм. И выход, цена идет за порцию. Но никак не за диаметр 30 сантиметров или 50 сантиметров. Этот фастфуд в самом центре города. Место популярное. Ревизоры делают контрольную закупку. Мясной салат и вареники. Именно на эти продукты нарекал потребитель в жалобе. Когда проверяющие раскрывают карты, администратор реагирует враждебно. Давайте подъедут юристы, и вы начнете с ними разговор. Потому что я, может быть, даже неуполномочена вести такую разговор. Я работаю с персоналом. Что дальше там происходит, пусть уже с вами общаются юристы. Ревизоры ждут еще час. В дверях появляется не в меру эмоциональный мужчина. Кто он, непонятно. Требуют, чтобы проверку остановили. Я не забываю документы. Я все делаю намеренно. Такие предприниматели безнаказанными не остаются, объясняют в госпотребинспекции. Им придется заплатить штраф. От 1 до 10% выручки за предыдущий месяц. Для этого мы делаем запросы в налоговую службу, куда отчитываются субъекты хозяйственников. Там мне предоставляют отчетность о выручке своей. Соответственно, получив документы, мы применяем финансовую санкцию до 10% от выручки за предыдущий месяц. Но одним этим наказанием предприниматели не отделаются. Ревизоры пожалуют к ним снова, уже вместе с милицией. И все же узнают, что скрывают рестораторы и чем кормят харьковчан. Реклама сигарет в Украине отныне под запретом. Соответствующий закон, подписанный полгода назад, наконец вступил в силу. Согласно документу, теперь запрещена любая реклама и стимулирование продажи табачных изделий. А производители табачки больше не смогут выступать официальными спонсорами мероприятий, спортивных команд или, например, артистов. До конца года вступит в силу еще два антитабачных закона. С 4 октября в Украине появятся упаковки сигарет со специальными цветными изображениями последствий курения. А с 17 декабря будет запрещено курить во всех общественных местах, включая заведения общественного питания. Харьковчане не могут вернуть свои вклады. Люди второй год пытаются получить назад сбережения, которые внесли в очередной кредитный союз. Добиться справедливости пробуют у чиновников и правоохранителей. Но переписка с министерствами и ведомствами пока безуспешна. Эта история началась почти два года назад. Владимир Осадчий вложил свои сбережения в кредитный союз. В надежде на высокие проценты пенсионер доверил фирме 10 тысяч гривен. Я хотел именно отметить вот этими процентами, этими деньгами, юбилейство 70-летия. И вот видите, что получилось. Моя птичка Феникс улетела. Почти год назад офис этого кредитного союза опустел. Сотрудники перестали появляться на рабочем месте. Арендную плату за помещение и вовсе не заплатили. Сейчас бывший офис кредиторов занимает совсем другая фирма. Но там о нечестных дельцах и вовсе не слышали. В декабре прошлого года сотрудники центрального офиса в Черкасах сетовали на финансовые трудности и уверяли, что ведут переговоры с иностранными инвесторами. Деньги вкладчикам обещали возвращать с января этого года. Говорили, всех предупредят письменно. Мы рассчитываем, что до конца этого года, до конца этого финансового года или, возможно, после нового года уже будет проводиться расчет от вкладчика. Прежде всего, что по привлечению финансирования будет возобновлена работа филиала, и это будет проводиться на месте. Нет, ничего такого не было, никто не обращался. К правоохранителям Владимира Сачи обратился в декабре прошлого года. Харьковская милиция заявление передала черкасским коллегам для проверки. После проведения проверочных действий материалы возвращались к нам в Держинский райотдел. В настоящее время все материалы находятся в прокуратуре Держинского района на изучение и с целью принятия соответствующего решения, соответственно, действующим законодательством. Связаться с сотрудниками фирмы на этот раз нам не удалось. Но с их телефона не отвечают, не работает и сайт Кредитного Союза. Владимир Осадчий говорит, теперь совсем не ясно, как вернуть ложные деньги. Юристы говорят, обманутым вкладчикам нужно разбираться в деле как можно скорее. Если тот или иной вкладчик не является достаточно юридически грамотным, имеет смысл обращаться к адвокатам. По той простой причине, что адвокат для себя четко понимает круг праве и обязанностей данного лица, который осуществил соответствующий взнос, либо депозит в Кредитном Союзе, и может выяснить, на каком этапе сейчас существует, скажем так, деятельность этого союза. Сражаться за свои сбережения пострадавший может и самостоятельно, если подкован в украинских законах. А вот переписка со службами и ведомствами вряд ли будет успешной, отмечают специалисты. В деле Владимира Осадчева в первую очередь должны разобраться правоохранители. Осторожно интернет-магазины в милиции предупреждают. Обманщиков среди онлайн-продавцов в последнее время стало больше. Чаще всего аферисты сидят на крупнейших интернет-аукционах, рассказывают правоохранители. Схема жульничества проста. Человек выбирает понравившийся товар на сайте, заказывает его и отправляет на расчетный счет деньги. Но вместо новенького мобильного, например, интернет-коммерсанты присылают коробку с деревянным бруском. Вычислить таких мошенников сложно, говорят в милиции. Но обезопасить себя все-таки можно. Правоохранители советуют, прежде чем отдавать деньги за товар, нужно его сначала увидеть. Украинцы пользуются стиральными порошками, которые вызывают тяжелые заболевания. Все из-за использования в них фосфатов, утверждают эксперты. В Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Голландии от использования этих веществ сегодня уже отказались. Ученые считают, смягчая воду и активируя действия поверхностно-активных веществ, которые убирают грязь и жир, фосфаты одновременно разрушают здоровье человека и загрязняют экологию. Эксперты называют ситуацию с фосфатами, которая сложилась в Украине, критической. А в Министерстве регионального развития уже подготовили законопроект, запрещающий использование вредных химикатов. Пока же 98% всех моющих средств у нас в стране по-прежнему содержат фосфаты. К весне в Украине подорожает свинина. Участники рынка намерены повысить цену на 10-20%. В Союзе сельхозкооперативов объясняют все из-за подорожания кормов. Мол, на ближайшее время животноводы обеспечены комбикормом, купленным еще по низкой цене. Так что до конца года ценники на мясных рядах точно не изменятся. Мы уже рассказывали вам о грядущем подорожании сахара. И сегодня, как и обещали, подготовили развернутый материал о причинах ожидаемого скачка цены. Смотрим. Сахар подорожает на 10-15%. Об этом на днях заявили производители. Говорят, поднялась цена на газ. А это треть всей себестоимости сахара. Пока на рынках сладкий продукт стоит в районе 7 гривен. Продавцы рассказывают, летом было дешевле. Цена поднялась, когда все ринулись делать заготовки на зиму. В этот раз после консервации у нас предложили. Сколько до скольких? С 6,50 до 7,25. Сейчас 7. В ассоциации «Харьков сахар» уверяют, производители могли бы уже сейчас поднять цены. Но мешает маленький спрос. В прошлом году в Украине сладкого продукта произвели в полтора раза больше, чем требовала квота. Теперь в стране сахар с запасом. Покупать его дороже никто не будет. По расчетам, получается, должна себестоимость вырасти и цена вырасти. А рынок диктует свое. Пока спроса на сахар особо нет. А вот в феврале цены могут вырасти. Производители традиционно не повышают стоимость, пока заводы варят сахар. Закончится сезон сахароварения в середине зимы. Тогда ценники и поменяют. Сейчас оптовая цена в районе 6 гривен за килограмм. Поднимется на полторы-две гривны. Я думаю, когда производство закончится, установить, она должна быть оптовая. На уровне 7500-7800 и так далее. Розница, если наценка розницы не больше 10% на сахар, вот цена будет, может быть, 8%. Переизбытка сахара в этом году не ожидают. Свекла хоть и уродила хорошо, сахаристость у нее ниже нормы. В лаборатории Пархомовского сахарного завода говорят, сейчас она на уровне 15%. Если попадает свекла с 12, ее переводят в разряд кормовой. В идеале 16, где-то 18, вот это хорошее вообще. Перед уборкой буряка прошли обильные дожди, и они повлияли на сахаристость. Сахар много впитывает влаги, соответственно, уменьшается сахаристость. Сейчас многие производители свеклу не копают. Ждут, что осеннее солнце все-таки нагонит сахар в корень. В противном случае заводы будут терпеть убытки. Чем меньше сахаристости в свекле, тем больше ее нужно для производства. Это тоже может сказаться на цене. Ну что ж, пусть, несмотря на прогнозируемую дороговизну сахара, после рабочего дня вас всегда будет ждать чашечка горячего и сладкого чая или кофе. Это так приятно холодным осенним вечером. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Смотрите нас. До встречи.